Команда Сахалинской области – это кадровый проект для молодых профессионалов, которые хотят реализовать свой потенциал в родном регионе. Конкурс был организован по поручению в Рио губернатора Валерия Лимаренко и проводился правительством Сахалинской области при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Цель данного проекта – сформировать высокоэффективную команду управленцев для их трудоустройства и развития в регионе. Мы сейчас укрепляемся и этим конкурсом, и будут еще другие источники для получения кадров. И по мере того, как мы будем продвигаться, решать задачи, чувство удовлетворения будет наступать. Сейчас, знаете, чувство, когда капитан формирует команду. И впереди длинное плавание, известные трудности, штормы, рифы. И это все придется преодолеть. Желание стать частью команды выразили как специалисты с высшим образованием, так и студенты старших курсов вузов в возрасте от 20 до 45 лет. Всего поступило более 1300 заявок от жителей 42 регионов России. Большинство – от жителей Сахалинской области. Невельский район не остался в стороне, и несколько участников также изъявили желание принять участие в конкурсе. Работаю в администрации в пятый год, и все время стремлюсь к повышению, и всегда мечтал работать где-то выше, в области. Тут такая представилась возможность поучаствовать в конкурсе. Вот решил, попробую свои силы. На первом этапе конкурса участники прошли регистрацию на официальном сайте команда.сахалина.рф и написали эссе, где представили свое видение решения первоочередных для региона проблем. Во втором этапе участникам необходимо было пройти демонстрационную и основную версию тестирования. Вопросов было много. Вопросы все разнообразные, но и со своими подвохами. Первый блок вопросов, он был весь практически связан на быстром мышлении и возможности быстро решать поставленные задачи с применением калькулятора. Конкурс – это социальный лифт, который каждый житель области может использовать для профессионального роста, для быстрой реализации своих идей по улучшению жизни на Сахалине и Курилах. Несмотря на то, что я не прошел далее после дистанционного тестирования, я все равно приобрел для себя бесценный опыт, получил, узнал, как оно может быть, какие подводные капли могут быть в управлении персонала. А чем я буду в дальнейшем работать? 22 апреля в Доме правительства прошла торжественная церемония закрытия финала регионального кадрового конкурса команды Сахалинской области. Из 150 финалистов было определено 55 победителей. Занявшие первые 10 мест рейтинга получат образовательные гранты по 1 миллиону рублей. На модульную программу развития управленческих навыков в ведущих российских вузах. Два финалиста получат гранты на реализацию своего социального проекта. Служба информации Неверских новостей.